В прошлом уроке мы говорили с вами о первой основе, а это искренность или очищение религии перед Аллахом, противоречием ему является ширк, нога Божия. И если человек впадает в большое многобожие, то все его дела становятся тщетными, награда за них исчезает. А если человек впадает в малое многобожие, то портится то конкретное дело, которое он совершил от малого многобожия. Как, например, совершал молитву для показухи. Конкретно данная молитва не будет у него принято. Теперь поговорим о второй основе. Что это? Какая она, говорит, вторая основа? Кто, Господи? Собираться на мальчик. Собираться. На чем мы должны собираться? Мы не можем собраться ни на чем, кроме как на том, на чем собрались пророкцы и самые восподвижники. Поэтому мы видим, если кто-то, какое-то собрание, которое объединено на чем-то, и мы видим, что они не на Куране и на Сунне, то, на самом деле, это не на объединение, а наоборот, разделение. И поэтому основа, с которой пришел пророк, это объединить людей. Объединяемся на том, что наш Господь един. И пророк наш один, Мухаммад Сар-Алласян. И шариат наш один. Направление в молитве, Кибла одна. И, говорит, люди, говорят, собираются пять раз в день, да, в каждом селении, собираются. Говорят, люди какое-то определенное селение, каждую джумуа также собираются вместе. Также собираются во времена праздников. Мало того, говорит, собирают целые государства и племена во время хаджа, в одном месте, да? На чем будем тогда объединяться и собираться? Будем объединяться и собираться с тем, на том, на чем было объединение пророка с самого Господвижника. Например, брат скажет, сегодня, говорит, хотим объединиться. Мы спросим, на чем? На молитве, говорит, соберемся все вместе в мечети для того, чтобы помолиться. Это, говорит, является ли это основой из основ Ахли Сунна, аль-Джима? Я говорю, наам. Скажем, да. А другой, придешь и скажешь, давайте, говорит, сегодня соберемся для того, чтобы сделать джикр. Тысячи раз будем говорить, субханного, тысячи раз, аль-хамдуля, тысячи раз, Аллаху, говорит. То есть соберемся, делаем собрание для джикра, для поминания Аллаха. Но одно, говорит, мы будем его ограничить вот этим количеством. Тысячи раз повторять. Тогда мы скажем, это не объединение, а наоборот, разъединение, да? Это не будет, нет в этом объединения. Поэтому является, как бы, правилом или основой, как разделить между объединением и разделением. То есть объединение будет лишь на том, на чем было объединение пророка, сам его сподвижник. Например, мы видим, люди собрались в каком-то месте определенном. Будешь ли ты к ним присоединяться или нет? Например, этот шейх говорит, Аллах обрешен, но он поехал в хадж. И приехал в Мадину. И увидел какой-то круг, который обучает каким-то знаниям в мечети православства. Например, ему скажут, это говорит шейх Абду Мавсин Абад, и он не изучает сейчас Сахих Бухари. Должен ли он к ним присоединиться или нет? Да, говорит, он должен к ним присоединиться для того, чтобы увеличить количество Абду Мавсин Абду Мавсин Абду Мавсин. И, говорит, потом он уехал в другую страну. И увидел также собрание людей. И он спрашивает, на чем эти люди собрались? Ему скажут, что эти люди собрались для того, чтобы праздновать Маулит, день рождения пророка. И он должен сказать, что это не является объединением. Если я присоединюсь, то тем самым я буду противоречить основе из основ Ахли Суннава Джима. Да, да, да. Продолжение следует... И также должно быть внешнее объединение, которое приводит к внутреннему объединению. Как был такой случай, когда пророксом с подвижниками выходил в какие-то походы, и когда они останавливались, то есть подвижники расходились, скажем, по тенечкам каким-то, по деревьям, в какие-то долинки спускались для того, чтобы отдохнуть. И пророксом сказал, это ваше разделение от шайтана, сказал. То есть кто-то скажет, я хочу здесь отдохнуть, другой скажет, я хочу там отдохнуть. Вот как мы видим это в некоторых собраниях. Вот подобное разделение, говорит, это от шайтана. Да. Так же и когда мы собираемся для еды и питья, говорит, вместе, Аллах дает барака в этой еде. Даже когда имам, говорит, читает фатиху, что он произносит? Он говорит, читая фатиху, как читает, говорит, и яка наобуд, то есть тебе мы поклоняемся. Он не говорит, тебе я поклоняюсь, он говорит, тебе мы поклоняемся. Как будто бы он говорит, Аллах, мы собрались для того, чтобы поклоняться тебе. Да. Так же когда мы слышим азан, он говорит, к чему нас призывает? Она говорит, спешите на молитву, спешите к успеху. Поэтому мы должны стремиться объединиться на том, на чем объединился пророк с подвижниками. И так же должен опасаться большим опасением любого вида от того, чтобы впасть в разногласия с объединением. Человек может противоречить в каких-то мелких вещах. Как, например, был такой человек, Василий Ибн Атай? Это Василий Ибн Атай создал очень важный, очень простой. И он сделал одну очень маленькую вещь. Что он сделал? Хасан Аль-Басри был такой, один из больших имамов Ахадсуна Аль-Джама. И люди собирались в него для того, чтобы получать от него знания. А этот Василий Ибн Атай один человек. Он сказал, что я с ними не буду сидеть, я с ними отдельно сяду, уйду от них. Он сказал, что я с ними не буду сидеть, я с ними отдельно сяду. И в итоге, говорит, постепенно, шаг за шагом, говорит, его вот это отделение привело к тому, что он стал, говорит, имамом, говорит, заблудшие секты, такие, как Му'тазили. Почему, говорит, она называется Му'тазили, эта группа? Потому что это смысл, это слово, как бы, отделившиеся. И тем самым, как бы, когда он отделился от Ахли Сунна Аль-Джама, создал свою отдельную какую-то группировку, свою отдельную машину. Поэтому, говорит, сторонись того, чтобы небрежно носиться к каким-то мелким вещам, противоречиям, потому что в один из них это может стать великим делом. Например, есть какой-то вопрос, которым разногласивают ученые. Например, как второй Джамаат в мечети, да? Что является основой, говорит, это первый Джамаат, когда слышим Азан, либо же второй Джамаат? Мы скажем, что первый Джамаат, это основа, да, к которой он призывается Азан. Например, вот как брат наш Хамза. Он скажет, я не хочу зайти имамом молиться. Я буду, второй Джамаат лучше стану, со вторым Джамаатом будет. И он договорился с какой-то группой людей о том, что они будут опаздывать на молитву. И будет заходить, как только молитва закончится, для того, чтобы вычитать вторым Джамаатом. Что это является? Что он добивается этим вторым Джамаатом? Разделить ряды мусульман. Разбить, да, ряды мусульман? Тогда мы скажем, что нельзя такое делать, да, с Джамаатом? Запрещено так поступать. То есть мы видим какие-то вещи, которые нам кажутся маленькими, но на самом деле это великие вещи. То есть почему? Потому что он знает, что целью является именно первый Джамаат. И человек стремится постоянно совершать намазу с первым Джамаатом. И поэтому, если обратить внимание, которые читают вторым Джамаатом, их состав не меняется. Например, родимый тем, что Станович постоянно читает вторым Джамаатом, опаздывает на письме. Потому что они привыкли уже к этому. Поэтому, братик говорит, мы должны объединиться на том, на чем было объединение Пророка, с подвижниками. И это является второй основой, и Аллах знает об этом лучшего. Sega раз вебинаю collegия. Всё.